Великорецкий крестный путь начался 3 июня в Кировской области. По предварительным подсчетам в нем участвуют 35 тысяч человек. Это рекорд за последнее время. Крестный ход стартовал накануне от Свято-Успенского собора Трифонова монастыря. По пути следования паломников, как и прежде, организована работа полевой кухни с раздачей каши, чая, воды, а также камеры хранения. Проведена противоклещевая обработка. В местах стоянок будут устанавливаться многоместные палатки. На берегу реки Великой организовано дежурство спасателей и медиков. Основные торжества состоятся в среду 6 июня в селе Великорецком. Отметим, что это один из самых сложных, тяжелых, древних, многодневных и многолюдных крестных ходов России. В нем участвуют десятки тысяч паломников со всего мира разных национальностей, возрастов, политических взглядов, социального положения. Вечане исправно соблюдают обет, данный 6 веков назад. Начало древнейшей традиции крестного хода связано с обретением на берегу реки Великой жителям деревни Крутицы Семеном Агалаковым и рукотворные иконы, которая стала творить чудеса. Слава о них вскоре достигла и столица Вятского края, тогда города Хлынова. В духовенстве городоначальники обратились к жителям великорецких деревень с просьбой перенести чудотворную икону в Хлынов. Но, забирая икону, его жители дали обет ежегодно возвращать икону святителя Николая на берега реки Великой к месту ее явления. Крестный ход проходит с 3 по 8 июня ежегодно собирает десятки тысяч человек, которые 150 километров идут по Вятским лесам, полям, болотам, чтобы с 6 июня доставить икону Николая Чудотворца на место ее явления, на реку Великую и обратно в Киров, на место ее постоянного хранения в храме. Участие в крестном ходе – нелегкое испытание. Пешком, большей частью по бездорожью, паломники идут по солнцепеку, под дождем, ночую в палатках, а то и под открытым небом.